Как дела, друзья? Вы на игровом канале MacPlay, мы с вами продолжаем выживать в игре под названием Delivery from the Pain. И я столкнулся с такой проблемой, что... Вроде версия сейчас адекватная. Столкнулся с такой проблемой, что записал уже вторую серию, начал записывать третью, но там были какие-то конфликты с софтом и всё остальное. То есть я вас предупреждал в прошлый раз, в первой серии, но... Хорошо, давайте приступим к нашим... Вернёмся к нашим баранам по имени Зомби. День у нас четвёртый, я кое-что сменил, кое-что немножко не так сделал, но карту немного, в общем, разведку провёл. Да, и сейчас у нас четвёртый день, утречко, и буквально только что я изучил одну из нам необходимых технологий. Это касаемо... Касаемо обычного фильтра для воды, потому что он нам понадобится. Но прикол в том, что сейчас я нахожусь в некоторой дилемме, потому что дерева у нас буквально 23 штуки, нужно здесь будет 10 для обычного фильтра. Также и здесь производственная станция первого уровня, без которого мы якобы не можем сделать. Короче, некоторые пункты из предыдущей версии немножко поменяли. И сейчас как-то это не так работает. Я не знаю, то ли это баги просто-напросто, то ли что-то сломано в игре, но, скорее всего, неадекватное поведение будет и дальше продолжаться. Но я буду настойчиво и упорно стараться её проходить и записывать для вас, так как игрушка вроде годная. Так, хорошо. Давайте производственная станция уровень первый. Или может лучше нам... Знаете, как сделать? У нас тут рюкзачок первого уровня. Мне бы хотелось аккуратное производство. Блин. Аккуратное производство. Я не помню, от чего зависит. По-моему, это производственная станция нам открывает дополнительную... Давайте изготовим. 45 минут буквально уйдёт. Да, и пойдём лутаться. Пойдём, пойдём, пойдём лутаться. Что у нас тут с вами делается? Вот, аккуратное производство. 108 минут. Давайте, наверное, стоит этим заняться и всё-таки прокачать. Хорошо. И теперь у нас есть пистолет. Мы можем пистолетики изучить, а потом скрафтить. И, наверное, ходить и стрелять всех подряд, кто нам не угоден или кто нам вообще не нравится. Ну да ладно, с этим мы, наверное, разобрались с вами, да? Сейчас нам нужно... Что? Нам нужно немножко покушать, наверное. То, что быстрее всего портится, это, по-моему, какие-то консервы. Сейчас мы вот её сожрём. Кроме того, одна консерва занимает только один слот. А есть ещё питание, которое не портится. То есть, вот, допустим, лапша быстрого приготовления и тухлое консервированное мясо тоже, которое я нашёл буквально в супермаркете. Так как я с самого начала нашёл достаточное количество резины, я сразу же прокачал в первый же день, буквально вечерком, я прокачал и создал нам на второй день рюкзачок более вместительный. Поэтому это мне позволило в супермаркет зайти и нормально его полутать. То есть, в супермаркете больше ничего нет. Всё, что я хотел взять, там осталось буквально какая-то тухлая, короче, тухлый шашлык или какая-то хрень, в общем. Чё-то по типу того. Да, и сейчас нормально, если раньше музыка как-то не очень сильно восстанавливала, сейчас она восстанавливает достаточно нормально наше настроение. Ну, не идеально, конечно, но, по крайней мере, хоть как-то работает. Потому что до этого что-то совсем было абсолютно не то. Да, вот в супермаркете эта гнилая вот эта крыса пошла. И я открыл небольшую квартиру, больницу Смита, резиденцию, поликлинику. Куда мы пойдём? Мы пойдём в небольшую квартиру, наверное. Потому что там больше вероятность того, что нам попадётся резина дополнительная, которая нам нужна ещё для... ...второго уровня рюкзака. Футболист. Охереть, блин. Сейчас он мне наваляет. Нет, не наваляет? О, хорошо, это даже не футболист, а какой-то сталкер, что ли. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Некоторое количество досочек. Это замечательно. Главное их ещё донести. Но прикол в том, что бывают некоторые, насколько я знаю, когда записывал следующее. Да, вот этот замочек, это нам нужна отмычка. С вами. Но чуть попозже можно будет прокачать отмычку на три раза. Потому что обычную отмычку, если мы берём, то её воспользоваться можно только два раза. Сейчас нам нужно по коридорчику продвигать, чтобы посмотреть, где у нас тут вообще что есть. Кого можно миновать, а кого можно завалять. Я битами пользуюсь. Они неэффективные, но у меня есть ещё две штуки. Ну, учитывая эту тоже, что у нас сейчас в руках. Поэтому мне нужно их... Дабы не пропадало добро, и потом не испытывать недостатка в оружии хоть каком-то. Чтобы хоть как-то... Ух, нифига себе, восемь резины, офигеть. Офигеть, живём. Чтобы не испытывать никакого достатка потом в недостатка в оружии, я буду пользоваться ими и их убивать. А потом уже будем делать с вами всякие тисочки, ножички, дубиночки и всё остальное. Кроме того, мы сейчас можем уже пистолет делать, но я так предполагаю, что для него нужно какие-то определённого рода ресурсы, которые, скорее всего, редкие. Редкие, но меткие. Редкие чебуреткие. Нам всё равно придётся возвращаться сюда. Ох, Япона, мать, нифера себе ты валишь. Ты посмотри, как она меня выносит. Да бей ты её, Япона, мать. Нормальная тётка. Вот эта тётка из Left 4 Dead. Ведьма. Ну, кто не в курсе, там отсылочка, типа. Шипит негромко. Кричать не умеет. По крайней мере, это. Но валит. Так себе неплохо. Хорошо, переработать. Слушай, по-моему, 8 резины здесь, и практически больше ничего особо нет. Только... А нет, тут ещё какой-то сундук со сказками. Где бы мне от тебя спрятаться, блин, в ванной? Пускай поближе подойдёт. И мы её загасим. Дубинки хватает буквально там на шестерых, на семерых зомбиков. Блин, загасил называется. Спрятался. Слышишь? Ай. Ну ладно. Смотри, какая пруха на резину. Вообще. Очуметь. И остаётся место, естественно, под... Не, подожди. Туда ещё нужно как-то попасть. С этой стороны, да? Угу. Чудненько давай посмотрим, что у нас тут. Настроение очень быстро падает. Что меня... Немного напрягает. Местами. Местами, там, там, нато, тами. Больше ничего. Ну и остаётся буквально вот этот сейф, на который нужна отмычка. Хотя... 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 Там существенного ничего. Ну, по крайней мере, я в предыдущей версии не находил. Может сейчас там какое-то оружие лежит, или какой-то редкий ресурс, опять же. Фиг знает. Но мы сейчас туда вернёмся, дабы проследовать дальше. И сэкономить немножко времени. Ааа... Пам-пам-пам-пам-пам. Подожди. Для... Стол, техника, основа архитектуры, продвинуть т-шитьё, да, обуч... Ух, блин. 162 минуты. Не успею я вернуться, конечно, в этот день. Придётся отложить на следующий. Вместительный рюкзак. И да, кстати, вместительный рюкзак, то есть у нас есть три вида рюкзака, которых мы можем улучшить с вами. И я так готов представить, что... Когда... Почему так? Потому что... У нас же будет... Чуть попозже техника. Ну, то есть транспорт. И, видимо, мы в него как-то будем... Хотя, как это будет выглядеть, непонятно. То есть мы будем выходить, наверное, с карты и добегать до машины, чтобы её как-то загрузить. Пока неизвестно и непонятно немного. Аккуратное производство третьего уровня нам по любасу нужно. Хорошо. И теперь мы можем прочный забор изучить, а потом скрафтить. Но на него, насколько я знаю, уйдёт довольно-таки много дерева. Которая нам понадобится для других всяких штук. Главное, что мы теперь надувную куклу можем сделать. Сто сорок четыре минуты, это просто жесть. Чтобы изучить надувную куклу, нужно сто сорок четыре минуты. Десять-десять. Так, подожди. Да, более чем достаточно всего. Давайте изготовим сразу. И тогда нам придётся уже... Сделаем отмычку. Чудно. И теперь... И теперь нам понадобится техника средней сложности, архитектура средней сложности. Ну, на это мне, конечно, времени не хватит, чтобы выучить. Прямо на пятый день. Восемьдесят один, семьдесят два, сто восемьдесят бинтики всякие, пивоваренье. Это всё, конечно, интересно. Но, блин. Блин, блин. Давайте что-то пожрём. Закинемся, да? Чем-то таким вот, по типу, жареной крысы. Хорошо. И поднимем немножко настроение с помощью сососолы. И ещё одной сососолы. Чудно. Пока, наверное, этого хватит. Рюкзачок. Да, вот такой у нас теперь вместительный рюкзачочек. Замечательно. Единственное, что отмычку нужно, наверное, скинуть штучки две, а одну оставить. Про запас. И я не уверен в нашей дубинке, поэтому надо будет тоже оружие взять какое-то, по типу... Там дальше нас будут ожидать более скверные чувачки. Поэтому мы возьмём ножичек и далеко не пойдём. А если и пойдём, то придётся нам, наверное, по тапкам ударить в случае опасности. Орда пришла. Заборчик сносит. Пускай сносит. Я даже его, наверное, чинить не буду, потому что... Когда мы ставим новый укреплённый забор... Он просто-напросто заменяет вот этот предыдущего уровня. Вот, в принципе, и всё. Так, на что нам хватит времени с вами? Удобный письменный стол. Сырая теплица. Техника. Обработки металла производить сложную технику. Более сложные методы строительства. Но пока что я не думаю, что нам вообще как-то нужно. Тушёный кролик. Давайте тушёный кролик изучим, чтобы какую-то горячую пищу делать. А то, я так полагаю, что... Тоже нехорошо как-то жрать непонятно что. Без горячей пищи. Скорее всего, у нас какая-то болячка. Рано или поздно случится. Давай влупим картошечки. Да? И что ещё? И всё. И пойдём заберём то, что у нас в квартире. А потом в больничку пойдём, Смита. Чтобы там полутаться. Потому что там есть несколько... Крыльев. Или как? Крыло первое, крыло нулевое, крыло второе. Ещё и этажи. Погоди, ага. Вижу сейфик. Локация зачищенная, так что мы быренько справимся. А, не совсем зачищены? Серьёзно? Мне придётся заходить именно там, где ты меня... ...спалишь, да? Ну давай дубиночкой добьём тебя. Ё-моё. Сдохло хорошо. Сейчас посмотрим. Может что-то годное здесь у нас... ...с вами появится. То, что пригодится. Ох, нихера себе. Ох, нихера себе. Я просто до этого тоже открывал. Но там вообще практически... ...была всякая дичь. Которую и так можно было найти. Сигареточки. Курить. Это у нас испорченный хлеб. И тухлое кроличье мясо. Было бы неплохо от этого всего избавиться. Но где? Так что пускай лежит. И мы забудем, наверное, про эту небольшую квартирку с вами. Очень и очень надолго. Кстати, можно просто тупо разведку проводить. Ну то есть, если у вас есть какие-то вот такие закрытые территории, я сейчас могу пробежать сюда. Просто провести разведку. То есть, у меня на путь уйдёт определённое количество времени. На саму разведку определённое количество времени. Где-то около часа, да? И потом я могу не заходить сюда, а бежать к следующей. И таким образом мы можем с вами передвигаться, перемещаться по карте. Допустим, один день потратить на несколько локаций, чтобы просто-напросто знать, что нас там будет ожидать из лута вообще. И это прикольно. Только насколько часто это можно будет использовать, я не знаю. Потому как орды, конечно, к нам приходят не всегда ночью. Но, тем не менее, с каждым разом они будут всё сильнее и сильнее, скорее всего, валить. Поэтому, такие делишки. Кстати, базовая ловушка, которая может быть установлена в парках, чтобы ловить маленьких животных с низкой вероятностью. С низкой вероятностью. Угу. Понятно. Тут вот, смотрите, и второй этаж есть, и два прохода куда-то. И туда, и сюда. До свидос. Теперь нам нужно экипировать вот так. Хорошо. Очень надеюсь, друзья, что багов и будет. То есть, я столкнулся просто с проблемой. И, блин, так не хотелось забрасывать игрушку или ждать каких-то очередных патчей. Потому что... По игре Shelter мы с вами знаем, да? Что? Патчи можно вообще не дождаться. Что печально. Это еще что за... А, он просто в таком освещении находится. Я думал, блин, какой-то кислотный, как в этом Faceland Survival. Класс, 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 класс. Это у нас с вами мало того, что резина, так еще и травичка и семя травички. Увичка, увичка. Невеличка. Ну, пускай остается. Мы все равно за один раз с вами не сможем полутать. Эту огромную локацию. В силу того, что не успеем, во-первых. А во-вторых, что тут слишком много будет всякого. Вполне возможно, что говна. Таблетка от диареи. Таблетка для желудка. Слушай, я не против был бы таблетку для желудка взять, потому что с таким питанием... Даже, 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 даже я не знаю. Подожди, здесь у нас ничего. Ага. То есть, вот этих два ящика надо будет потом еще повторно осмотреть. Хорошо. Возвращаемся тогда на базу. И вроде как еще успеем с вами сделать дополнительный заход сюда же. Чудно. Скидываем все, что нашли. Только единственное, что... Вот эту штучку еще возьмем с собой. Чудно. Погнали назад. Она огромная. Вы посмотрите. Мы несколько ящиков открыли, блин. И там еще лута. Дофигища. Что не может не радовать. Так, этот ящичек заберем. Травка нам понадобится для настроения. Здесь выращивать лекарства. Само собой. И на второй этаж пойдем. А потом уже будем по крыльям смотреть там. Правая, левая. Пятое. Десятое. Ну и какого хера ты сюда вот пошел, скажи мне, пожалуйста. У меня даже такое впечатление складывается, друзья, что они как-то вот... С переделанной немного системой игры. Они как-то поопаснее стали. Но то, что у них раньше был... Своеобразный продуманный путь. Фиксированный. Это факт. А сейчас они вот тупо... Случайным образом передвигаются. И это мне нравится. Ох, еще куча таблеток. Чудно. Здесь дверь куда-то... Куда-то на втором этаже еще дальше. Но мы еще не все посмотрели тут. А, это нужно сделать обязательно. Давай эту завалим, попробуем. Не поворачивайся. Нет, 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 нет. Ой, как хорошо. Красиво. Киросиво. У меня настремления нет продолжать. Нет настремления. Какой-то бы журнальчик прочесть. Или... Что-то такое. Ох, блин, футболист. Подожди. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это такая тварь, короче. Я уже с ним сталкивался. Это просто, блин... Он тупо танк. Вот тупо танк. С ножом я точно с ним не справлюсь. Если я даже смогу каким-то чудом с ним справиться, с помощью ножа, то он у меня просто-напросто улетит. Только на нём. Я бы вот эту падлу завалял. А то, мало ли. Она такая ублюдочная. Хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Бля-ля-ля-ля-ля-ля. Такс. Куда бы нам... Блин, если я пойду сейчас в эти двери, то я точно заблужусь. А время поджимает. Уже три часа почти. Хорошо. Мы пойдём, наверное, сначала вот сюда. Позыркаем. Чё тут у вас? Ох, блин, слушай, это лаба какая-то. Вот это одуреть, смотри. Плюс к сюжету, да? Выдержки из наблюдений за зомби. Моё недавнее исследование показывает, что зомби могут видеть, слышать и обонять. Но у разных типов этих существ подобные способности могут существенно отличаться. Они инстинктивно означают осознают разницу между голосом человека и зомби и преследуют живых. Опять же, руководствуясь лишь инстинктами, а не сознанием происходящего. Доктор Дьюк. Дьюк. Ещё одна дверь куда-то. А время-то идёт. Время идёт. Неумолимо. Подожди. Там что-то можно прочесть, по-моему, да? Я не знаю, читали мы или нет. Это ложь. Не ходи. Не ходи. Открытка номер один. Куда не ходи? Туда не ходи или сюда не ходи? Зомби наваляет совсем умолю. Умрёшь. Что здесь? Э! Чёрт возьми, почему тут так много зомби? Ох, ёпона мать. Так, подожди. Блин, какого хера? Иди сюда. Иду, чувак. Потому что туда я точно не хочу. Выбираемся из этого места. Что ты тут делаешь, мужик? Почему в этой комнате так много зомби? Они напугали меня до чёртиков. Нет необходимости поднимать шум. Они просто мои подопытные. Ты экспериментируешь над зомби? Как я уже сказал, не нужно поднимать шум. Однако я удивлён, что ты наконец решил выйти. Я тебя знаю? Нет, но я знаю тебя. Ты всё это время прятался в своём доме. Я думал, ты никогда не выйдешь, чтобы не случилось. Таким образом, ты, кажется, понял, что сидеть сложа руки – плохая идея. По крайней мере, у тебя хватило смелости выйти, всего, вместо того, чтобы ждать смерти. Так как ты уже вышел, почему бы не сделать что-то значимое? Например, убить раздражающих зомби в этой области. Почему я должен тебе помогать? Ты же способен сам ловить зомби, не так ли? Помогать мне? Ха, ты, должно быть, шутишь, молодой человек. У меня нет на это времени. Я позволяю тебе помочь себе. Вот и всё. Всё, что я хочу, это чтобы ты избавился от некоторых зомби на своём пути. Разве это не справедливо? Ладно, это справедливо, но почему бы тебе не взять эти ресурсы с собой? Для меня это слишком рискованно, и у меня есть способы добывать ресурсы. Кстати, тебе лучше держаться подальше от моих зомби. Они очень агрессивны. Делай, что должен, и оставь меня в покое. Какой... Чудак на букву М. Так, нет, не хочу я, ничего. Я, блин, реально не вооружён для них. Потому как... Ну, учитывая их количество... И их плотность на один квадратный метр... По-моему... Нам нужен даже не пистолет. А какой-то дрободанчик. Ну, хотя бы. Слушай, четыре часа, блин, надо валить. Всё понятно. Погнали. Погнали изучалочками заниматься. Лекарства набрали. Было бы неплохо ещё от желудка какие-то таблетки. Я думаю, что мы там любые таблетки сможем найти. Так, хорошо. Что у нас далее? По всему, потому, потому что... Могу, не могу. Картошечку могу сделать. Медикаменты пока нет. Да? Даже сигареток не могу... Нафигачить. Чтобы настроение поднять. И это печально. Давайте музыку послушаем. Разочек. И ещё разочек. Пока время позволяет. Хорошо. Немножко устали. Но это да ничего. Потому как... Потому как потому... Всё кончается на удобный письменный стол. Начинается тоже. Давайте прочный забор изучим, чтобы потом просто-напросто не париться насчёт него. И сырую теплицу тоже изучим. И будем смотреть, что нам необходимо для этого. Чтобы её хотя бы сделать. Тут у нас уйдёт дохренища времени. А я немножечко уставший. Что печально. Там у нас вроде какие-то энергетики. Что-то по типу этого есть. Что-то такое. Точно. Так, хорошо. 10 дерева я потрачу на обычный фильтр для воды. И тогда у нас останется 28. 28 нас уйдёт. У нас уйдёт на что? Допустим, на прочный забор. 20-ка. Да? И 8 останется. Тогда на мягкую деревянную кровать не хватит. А нам нужна мягкая деревянная кровать? Наверное, нужна. Потому что она будет... Я так полагаю, больше нам восстанавливать выносливости. Хотя вода нам тоже нужна. Потому что поблизости был только один супермаркет. И всё, что можно было... Нет, 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 нет. Подожди. Блин, отменить... Твою мать. Вот я дубина. Я дубина. Я дубина Буратино. Фильтры для воды. Чё тебе нужно и чё ты хочешь? Обычный фильтр для воды. Встроенный бак на 12. О боже, сколько я выживу? Несколько дней или несколько месяцев очистить? Ага, встроенный бак на 12. А второго уровня, наверное, будет на 24. И тогда, типа... Что значит остановиться? А, сюда должна набраться вода. Включаешь и набирается вот сюда. Как это работает? Жареная кроличья. Что-то... Блин, у меня ещё со здоровьем плохо. Очень причём плохо. А какого хера? Непонятно. Жрачка вся пропала. Подожди. Чё за... Чё за дичь? Блин. Один день? Какого хера? Давайте попробуем выпить алкоголя. Хотя алкоголь нам на лекарства ещё потом понадобится. Поэтому, блин, лучше с ним не... И не увлекаться. Да и вообще лучше не увлекаться, естественно. Так, как только наши показатели становятся красненькими, да? У нас бывает общее состояние. Ага. Давайте картошку приготовим. И сожрём. Да, нужно будет выращивать, потому что супермаркет, поблизости которой был, неизвестно какой будет супермаркет и когда вообще на нашей карте, когда мы его сможем обнаружить. С едой будут явно проблемы. Ну, это просто вот очевидно. Просто очевидно. Давайте ляжем спать. Почему у меня настроение не поднимается, когда я сплю? Ну, хотя бы чуть-чуть, блин. Это странно. Хорошо, послушаем музычку. У меня там есть на крайняк кое-что, что поднимает настроение. Но я же не знаю, когда я что-либо подобное смогу найти вообще. Хотя в то же время, довольно странно, вот эта система работает. То есть, если мы что-то ставим или что-то создаём, то хотя бы настроение поднималось бы, там, не знаю, не обязательно полностью, а там на какую-то часть хотя бы. Потому что создавая что-то, ты поднимаешь свой моральный дух. А этого реально здесь нет, и, по крайней мере, не хватает. Обычный душ. И ещё и душик можно будет принимать. Ну, замечательно. Вместе с резиновой, то есть надувной куклой. Пардон. Так, более утоляющее пивоварение. Удобный письменный стол. Давайте сделаем. Ну, по крайней мере, изучим его. Потому что он явно нам пригодится для каких-то ещё технологий. Десять резины. Подожди. Пока что нам не нужен третьего уровня рюкзак. Насколько я понимаю, да? Давайте изготовим удобный письменный стол. Брежание на мягкой поверхности улучшает восстановление здоровья. Включает в себя мягкий матрас. А, то есть... Понятно. Хорошо. А удобный письменный стол нам, по-моему, даёт... Чуть побыстрее, да, обучаться. По-моему, да. Смотри, 32 минуты. Ну, кроме, конечно, всяких технологий. Мастерское производство. Производственная станция уровня 3. А уровня 2 у нас есть, да? Да. И для того, чтобы производственную станцию уровня 3, архитектура средней сложности и технику нужно будет изучить. Понятно. Короче, пойдём... Сожрём кар... Нет, подожди. Сейчас мы сожрём что-то... Ага. Кроме этого ничего и нет, да? Сожрём картошечки жареной. Замечательно. А вот эту срань я с собой возьму и просто выброшу. Я не знаю, может, её можно как-то перерабатывать на что-то? Вообще, из-за всякого... Гниющей всякой еды и биологических всяких отходов... Походу, можно... Какие-то лекарства делать. Но здесь можно ли это... Делать вообще или нет? Непонятно. Болеутоляющее. Смотри-ка. 30 минут. Недоступно. Почему? Правильно, потому что... Хрен знает почему. Потому что нужно... Медицину выучить. Правильно. Знание химии, вот. Для этого нужна кухонная плита второго уровня и основа химии. Ага. Ладно, погнали. Короче говоря... Потом будем разбираться. Чуть позже. Может, в резиденцию бы сходили? Наверное. В этом крыле мы не были, да? Там, где есть зомбики... Там не было нас. Тихо, не поворачивайся. Увидел, да? Хейт. А, блин, да что ж так палевно тут? Мочи, 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 мочи. Че-че-че-че-че-че. Че-че-че. Че у нас тут? Ага, хорошо. Эту дрянь сюда. Вполне вероятно, что я делаю ошибки, когда я вот эту гнилую всякую еду оставляю, чтобы она прям вообще вот тупо пропадала. Но это не точно. Я уставший. Почему я уставший? Почему я уставший? Потому что, когда я сражаюсь у меня, наверное... Я устаю. Ну, это было бы логично, конечно, но... Не факт, что оно именно так и работает. Еще травичка. Травичка в больничке. Замечательно. Забираем. Здесь у нас с этой стороны, по-моему... По-моему, да. Ни хрена нет. Печательно. Еще дальше в двери можно пройти. А стоит ли? О, вот это хорошо. Спасибо. Там ни шкафов, ничего нет, да? По-моему. Да. И мы пришли с вами отсюда. Да, все. Можно выходить. Потому что время поджимает. И... Я очень устал. Очень сильно устал. Классно было бы, если бы нам показывали не общее количество лута на какой-то локации, а именно показывали количество ящиков, которые мы осмотрели. Это было бы более как-то прикольно. Ну, то есть... И если ты начинаешь лутать, да? И у тебя остается там буквально дофигища еще оранжевой вот этой полоски на локации, то ты знаешь, что там еще лут дофига. То есть туда нужно ходить. С одной стороны, ты убиваешь время. А с другой стороны, если бы ты не знал, и знал просто количество, допустим, там 12 ящиков, тебе нужно в этом месте обыскать. Ты бы шел туда и не знал, короче, что ты оттуда возьмешь. И насколько много унесешь. Кроме всего прочего. Хорошо, друзья. Давайте, наверное, на этом будем заканчивать. У нас шестой день. Будем дальше продолжать. Если все будет хорошо с игрой, ссылка на плод лист в описании под видео. А пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok